Разноцветные флажки на карте региона показывают, где благодаря акционерному обществу «Газпром» уже построены и в каких населенных пунктах скоро появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Карта эта появилась рядом с местом закладки камня под строительство ФОКа в Тихлине. В церемонии приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко. Дмитрий Борисович, не успевай. Большой комплекс. Мы продолжаем программу «Газпром детям» на территории Ленинградской области. Она для нас очень важна. Мы уже сегодня имеем в строительстве четыре физкультурно-оздоровительных комплекса на территории Ленинградской области. Причем один из них в Бакситогорске мы сдадим буквально уже на днях. У нас строится в Луге, у нас строится в Вырице, у нас начинается строительство здесь, в Тихвине. Но я хочу сказать, что у нас есть еще один проект, которым мы гордимся. Этот проект первый активно развивается в России. Это строительство многофункциональных спортивных площадок на территории Ленинградской области. Причем это площадки универсальные, где можно не только играть в футбол, но и в волейбол, баскетбол, бегать, сдавать нормы ГТО. И от таких площадок «Газпром» уже построил 34. А вообще у нас задача на следующий год еще 20 площадок. Сотрудничество «Газпрома» и Ленинградской области очень конструктивное. Мы в настоящее время достигли очень хороших результатов по уровню газификации Ленинградской области. Уровень газификации области сегодня составляет 65%, точно такой же, как в среднем в России. Но самое главное, те темпы, которые мы набрали с руководством области, с администрацией области, по темпам газификации регионы, они такие, что буквально в течение ближайших нескольких лет мы увидим на уровень, который будет говорить о том, что мы фактически проблему газификации, вопрос газификации в области решили. Алексей Миллер сообщил также, что помимо заложенного в Тифине спорткомплекса принято решение о строительстве еще двух – в Светогорске и Ивангороде.